25 июля день сотрудников органов следствия России во взаимодействии с оперативными, специальными и экспертно-криминалистическими службами раскрываются преступления о достигнутых показателях работы за первое полугодие, о резонансных преступлениях, коррупции. В эксклюзивном интервью нашей программе рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Слово Светлане Шагановой. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Уже стало доброй традицией встречаться в преддверии профессионального праздника Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Здравствуйте, Светлана. В первую очередь, вы, наверное, подводите итоги работы, даете оценку, профессиональную оценку своим подчиненным. И хотелось бы узнать, как вот отработало ваше ведомство за первое полугодие, сократилось ли количество преступлений или наоборот увеличилось? Давая оценку работе своих подчиненных за первое полугодие текущего года, хотелось бы, конечно, поставить им пятерку. Нами было окончено 236 уголовных дел у 450 преступлений, из которых 166 относятся к категории тяжких и особо тяжких. 215 уголовных дел в отношении 253 обвиняемых направлено в суд. По итогам первого полугодия у нас отсутствовали оправдательные приговоры. Прокурорами и судами уголовные дела для доработки нам не возвращались. Это очень положительная характеристика нашей работы. Что касается в целом преступности в республике, то благодаря согласованности действий правоохранительных органов региона удалось сохранить на достаточно высоком уровне раскрываемость, уровень соответствует криминогенной обстановке в республике. Работа в первом полугодии этого года, как в принципе и всегда, она не останавливалась ни на минуту. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователями на высоком профессиональном уровне проводились процессуальные проверки, расследовались уголовные дела. Комплекс проведенной работы позволил нашему следственному управлению занять восьмое место в таблице ранжированных показателей следственных управлений по всей России. Кроме того, хотелось бы сказать, что руководством страны неоднократно указывалось на важность и необходимость такого направления работы Следственного комитета, как профилактика преступности. По каждому уголовному делу следователь устанавливает причины и условия, которые способствовали совершению преступления. И по каждому уголовному делу вносится представление о устранении этих причин и условий. В первом полугодии привлечено к дисциплинарной ответственности 193 должностных лица различных государственных правоохранительных органов за допущенное нарушение закона, которые сами по себе преступлением не являются, но в какой-то мере способствовали их совершению. Хотелось бы сейчас напомнить о зверском преступлении, которое произошло 28 апреля в ауле Верхняя Тиберда в этом году, где сын убил свою мать. И, насколько мне известно, в этом преступлении участвовали и другие дети умершей женщины. Вот скажите, что послужило причиной этого жуткого убийства? Была ли там явка с повинной? И как удалось вот так быстро по горячим следам раскрыть его? Да, данное уголовное дело по обвинению брата и сестры в июне текущего года направлено в суд. 28 апреля в ауле Верхняя Тиберда молодой человек на почве бытового конфликта повалил свою мать на землю, удерживая ее, нанес ей несколько ударов ножом в область шеи, и чего потерпевшая погибла. При этом нож, который использовал молодой человек, ему именно для этой цели подала его сестра. После этого молодые люди и их младший брат с целью сокрытия следов преступления вынесли тело матери на улицу, облили бензином и подожгли. А затем на семейной автомашине попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками первоохранительных органов по горячим следам на подъезде в город Черкесск. Непосредственно после задержания они, конечно, во всем признались, незакоренелые преступники, подробно объяснили причины совершения преступления, обстоятельства его совершения. В связи с этим уголовное дело, оно, в принципе, расследовано было быстро и быстро направлено в суд. Что показала экспертиза? Были ли они в состоянии, может быть, наркотического опьянения, либо алкогольного? Можно ли об этом говорить? Они не находились ни в состоянии ни наркотического, ни алкогольного опьянения. Причиной убийства послужил конфликт, затянувшийся в семье. Дети уже достаточно взрослые, они совершеннолетние, брат с сестрой, они вели праздный образ жизни, не работали, не помогали матери по хозяйству, время свободное проводили в соцсетях, в интернете, в связи с чем подвергались критике с ее стороны постоянно. И вот очередной такой скандал вылился вот такое преступление. Получается, у детей не было психических расстройств? Нет, они здоровы были. Сейчас дело уголовное направлено в суд. За убийство, в отношении непосредственно молодого человека, ему вменяется убийство, его сестре вменяется покушение на убийство. Но уже находясь в средственном изоляторе, молодой человек покончил жизнь самоубийством. То есть, по сути, он сам себя уже от наказания освободил. И получается, сколько этой женщине грозит? На какой срок наказание грозит? За убийство, не квалифицированное в данном случае просто убийство, Уголовный кодекс предусматривает до 15 лет лишения свободы. Пособничество убийства – это не более двух третей максимальной меры наказания. Ну а так меру наказания, конечно, определяет суд. Хотелось бы еще добавить, что у меня на личном приеме уже после этого был брат погибший с представителем органов опеки и попечительства. Они просили оказать содействие в скорейшем оформлении опеки над оставшимся сиротой подростки, который оставшимся брать. Я дал поручение руководителю территориального следственного отдела оказать максимальную помощь здесь, оформить опеку, чтобы у него все-таки была семья. Также хотелось вернуться сегодня к преступлению четырехлетней давности. Оно произошло в 2018 году в Черкесске, в квартире многоэтажного дома. Там нашли тела женщины и мужчины. Вот спустя четыре года лицо, причастное к совершению преступления, все же установлено. Вот на мой взгляд, история была очень запутанная. Убийца, может, ловко заметал свои следы, и все же криминалистам удалось найти преступника. Вот как все же удалось выйти на след, и что стала причиной этого зверского убийства пожилых людей? Хотелось бы начать с того, что работа по преступлениям, совершенным в прошлые годы, это одна из приоритетных направлений работ Следственного комитета в целом. Работа по преступлениям, совершенным 5, 10, 15, 20 лет назад, она не прекращается ни на минуту. По этим делам регулярно назначаются экспертизы, обновляется оперативная информация, допрашивают свидетели. И эта работа, наступательная работа, она приносит свои плоды. Только в этом полугодии нами направлено в суд 13 уголовных дел о преступлениях, совершенных 3 более лет назад, среди которых 3 убийства, 4 причинения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, 2 изнасилования, и работа по таким преступлениям продолжается постоянно. Что касается упомянутого вами преступления, то да, действительно, в мае 2018 года в квартире многоэтажного дома в городе Черкесске обнаружены тела пожилой Читы с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Преступление было совершено в условиях неочевидности. Свидетелей не было, мотив преступлений установлен не был. Похищенные с места происшествия золотые украшения были подброшены в газетный ящик семьи. А телефон также похищенный выброшен на улицу. В связи с этим следователями и оперативными работниками МВД на протяжении 4 лет велась кропотливая последовательная работа по установлению лица, которое совершило это преступление. Было допрошено свыше 300 свидетелей в различных регионах страны, которые по разным причинам попали в поле зрения. Проведено свыше 80 судебных экспертиз. Исследовано 115 объектов, изъятых с места происшествия. И здесь хотелось что отметить. Экспертные возможности не стоят на месте. И то, что 4 года назад было сделать невозможно, но сейчас уже новые возможности, новые технологии позволяют провести те исследования, которые нельзя было провести раньше. И возвращаясь по кругу к вещественным доказательствам, исследуя их по ряду объектов, были назначены повторные молекулярно-генетические экспертизы в начале этого года. И благодаря новым возможностям были выявлены генетические признаки, лица, которым оказался житель города Пятигорска, родственники которого проживают по соседству с убитыми. Он был задержан, признался и рассказал, как, почему все произошло. Причиной убийства, как и в предыдущем случае, оказался бытовой конфликт, который длительное время развивался между его матерью и ее соседями, пожилой четой, потерпевший. Он пришел к ним в квартиру разбирать конфликт, вступил с ними в ссору, избил, а потом ударил ножом. Желая имитировать ограбление, он похитил ценности и телефон, но потом, понимая, что могут проводиться какие-то обысковые мероприятия, еще какие-то вещи, он от них избавился подходящим для него способом. Скажите, а вот родители этого мужчины, они не идут как соучастники этого убийства? Нет, они не идут. Они не присутствовали при этом, не участвовали в этом, не просили об этом. Не донесение о совершении тяжкого преступления близким родственникам, оно не является преступлением, поэтому... Скажите, а сами родители знали, что именно их сын причастен к этому убийству? Я думаю, догадывались. Прямого знания, прямого признания не было, но я думаю, догадывались. Но на допросе они как бы отрицали? Отца у него нет, отец умер, а мама сказала, что она, в принципе, понимала. Да. Скажите, но он психически все-таки здоров? Да, вполне себе здоровый, 53-летний мужчина. Никаких отклонений у него не было. Скажите, грозит ли ему пожизненное заключение за двойное убийство? Да, за двойное убийство ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится еще под следствием? Нет, уголовное дело направлено в суд. Вот он находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Хотелось бы поговорить и о преступлениях коррупционной направленности. Вот много ли случаев в нашем регионе? Расследование преступлений коррупционной направленности – это одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. Что касается общего числа за полугодие, то сфиксировано на 10% меньше преступлений. Вместе с тем в два раза больше уголовных дел направлено в суд – 26. И на треть больше лиц привлечено к уголовной ответственности. Это говорит о результативности в целом профилактической работы в этом направлении всех правоохранительных органов республики. Большинство преступлений совершается традиционно в правоохранительной, правоприменительной и бюджетной сферах. И преобладающие преступления – это хищение с использованием служебного положения и взяточничество. А можно, как пример, сказать максимальная сумма и минимальная? Взяток? Да. Взяточничество, оно разное бывает. Есть категория, допустим, мелкое взяточничество, отдельная статья в уголовном кодексе. Там до 10 тысяч рублей. Это мелкое взяточничество, оно отдельно квалифицируется, отдельное незначительное наказание. Свыше 10 тысяч рублей – это уже более строгое наказание. Фиксировали взятки до полутора миллионов рублей. Скажите, ну вот тысяча рублей уже считается взяткой? Вообще считается. Вообще считается. Следственные органы не только раскрывают преступления, но и участвуют в различных акциях, в том числе и патриотических. Вот расскажите об этом. Да, следственное управление старается участвовать в патриотическом движении. Мы активно занимаемся архивной, поисковой работой. В этом году мы взяли под патронат следственного управления несколько памятников Великой Отечественной войны. Один из них находится в городе Тиберда. Это обелиск дань памяти детям, умершленным фашистами в 1942 году. Тогда в различных корпусах санатория в Тиберде находились тяжелобольные дети, как правило, с туберкулезом, костным туберкулезом, травмами позвоночника. Летом 1942 года фашисты вошли в Тиберду. Начали с того, что уничтожили всех взрослых евреев. Их согнали в одно место, вырыли яму, расстреляли и присыпали землей. Позднее больных туберкулезом детей уничтожили в так называемых душегубках машинах, куда заводились выхлопные газы от этих же машин. Убиты были 54 ребенка. В мае сотрудниками следственного управления памятник был вычищен, территория благоустроена. У нас достигнут договоренность с правительством республики о том, что в дальнейшем ухаживают, благоустраивают территорию памятника будут сотрудники следственного управления. Также нами взят под патронат памятник подвигу партизан, армавирского и преградинского партизанских отрядов в Рубском районе. Вы также на регулярной основе проводите прием граждан и рассматриваете обращения граждан. Давайте вот еще раз напомним, как все же можно попасть на прием. Я провожу личный прием еженедельно по пятницам в различных районах республики. График личного приема вывешен у нас на сайте. Информация о текущих ближайших личных приемах регулярно обновляется в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, также на нашем сайте. Соответственно, для того, чтобы записаться и попасть ко мне на личный прием, достаточно позвонить по указанным в публикациях телефоном, предоставить свои данные. Никакого труда не составит? Ну, вообще нет, если честно, совсем никакого. У нас очень открытая организация, и попасть на прием к руководителю несложно. И в преддверии профессионального праздника по традиции поздравления вашим коллегам. Хочу поздравить с праздником ветеранов следствия, сотрудников следственного управления, членов их семей. Следственная работа – это одна из самых сложных и ответственных работ. Желаем здоровья и благополучия. Всегда оставаться верными служебному долгу, присяге, быть беспристрастными, принципиальными, требовательными к себе. И успешно решать поставленные задачи. Спасибо, Николай Вячеславович, за интервью. От себя лично также хочу поздравить в первую очередь вас и всех сотрудников с профессиональным праздником. Удачи вам в столь непростой работе. Спасибо, Светлана.